Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. Рады вас приветствовать на Фридом. Здравствуйте. Коллеги, привет всем нашим зрителям. Начнем с того, что по поводу ударов западным оружием по военным объектам на территории России, ситуация, как мы видим, сдвинулась с мертвой точки и в правильном для Украины направлении. Начав Харьковское наступление, Путин фактически подтолкнул к такому шагу наших союзников. И вот по факту, по сегодняшнему дню добро дали в той или иной форме уже около 15 стран наших союзников. И, кстати, накануне в Белом доме заявили, что готовы говорить о расширении масштабов ударов. И уже слышны мнения, что кардинально на расклады на поле боя это не повлияет. Это добро от западных союзников. Вы как считаете? Нет, конечно, оно может быть немедленно не отразится сразу на положении на фронтах, но оно, с моей точки зрения, чрезвычайно важно. Оно повлияет, безусловно, на положение на фронте, потому что ударить по логистике, по которой украинская сторона не могла дотянуться, потому что ей не позволяли этого делать, безусловно, изменит ситуацию. Потому что, конечно, Харьковского наступления вообще могло бы не произойти, если бы Украине было право ударить заранее по тем войскам, которые концентрировались на ее границах, когда выстраивались огневые точки, когда готовились боевые вертолеты, боевые самолеты, когда готовились ракеты и так далее. Нет, я считаю, что это неправильно говорить, что это не повлияет на ситуацию на фронте. Безусловно, повлияет. Другое дело, что здесь, вы знаете, парадоксальная ситуация. На самом деле, все эти красные линии, они в головах у тех людей, которые давали оружие. То есть, прежде всего, у американцев. Потому что Российская Федерация формально, если смотреть на ее документацию, она же 30 сентября 2022 года присоединила завоеванные регионы и внесла их в свою Конституцию. То есть, для нее это ее территория. Но на течение войны это никак не отразилось. То есть, по идее, уже полтора года западным оружием Украина бьет формально по российской территории, которую Россия считает своей. То есть, все эти красные линии, на самом деле, сами для себя западные страны, так сказать, рисовали. Это, кстати, исторически абсолютно абсурдная ситуация. Ни в одной войне, ни одна страна, на которую напали, не имела никогда запрета бить по территории агрессора страны-агрессора. Скажите, а как дальше может реагировать Москва? Куда передвигать эти красные линии? Вот пока мы слышали от российского МИДа о фатальных последствиях. Медведев там в очередной раз упомянул о решимости применить ядерное оружие. Но что примечательно, вот в ответ США начали испытательные пуски, межконтинентальных баллистических ракет. Вот об этом сообщило командование космических сил. То есть, фактически, штаты проверяют способность ядерных ракет долетать до России. Как вы полагаете, это хоть немного остудит пыл Кремля касаемо ядерных угроз? Ну, вы знаете, это, так сказать, во-первых, ядерные испытания идут постоянно. И то, что американцы нам показывали, на самом деле они предупреждали об этом заранее. То есть, это стандартные классические ситуации испытания и совершенственное ядерное оружие. Это не в ответ на то, что Россия погрозила. Просто так совпало, что Россия провела свои какие-то, если не испытания, то учения какие-то. И американцы проводят свои учения, французы, кстати, совершенствуют свое оружие. То есть, все ядерные державы, на самом деле, постоянно находятся в процессе совершенствования своего ядерного оружия. Это вот не так, чтобы прямо специально американцы это все дело подгадали под российские угрозы. Это вот такой ответ дядюшке Джо, значит, типа Путину. Но, безусловно, американцы показывают, что у них ядерное оружие существует. Французы, кстати, то же самое сказали. И Макрон, Эммануэль Макрон уже не раз напоминал Российской Федерации, что когда Российская Федерация уничижительно относится к Франции, ей он постоянно напоминает, что Франция является ядерной державой. Да, у нее есть всего 295 ядерных зарядов. Но в Российской Федерации, когда говорят, что у нее 6000 ядерных зарядов, это тоже неправильно. И у Соединенных Штатов Америки, у Российской Федерации, в, так сказать, в развернутом положении, находится 1600 ядерных зарядов. Все остальные, это какие-то ядерные заряды на складах. Неизвестно, у России работают ли они или не работают. Есть, кстати, очень большие сомнения в том, что они у нее работают. Вообще, то, что Российская Федерация грозит ядерным оружием в неядерном конфликте, это является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия с 1968 года. И, кстати, все ядерные державы обязаны Российскую Федерацию в этом смысле одергивать и говорить о том, что она нарушает этот договор. Ну и то, что Соединенные Штаты Америки соблюдают эти красные линии, это для того, чтобы показать, что на самом деле, ведь там по заявлениям Российской Федерации, война в Украине каким-то образом якобы угрожает самому существованию Российской Федерации. Вот это все придумано. Это все вранье, просто откровенное. Потому что даже когда украинская сторона бьет по территории Российской Федерации, она не собирается завоевывать территорию в отличие от России. Вот Путин говорил, что его не интересует территориальное завоевание, но мы видим, что в очередной раз он вторгся на территорию Украины именно с территориальным завоеванием. И, кстати, это, вы правильно сказали, послужило тем, что ответом как раз последовало разрешение западных стран, тех, которые раньше не давали такого разрешения, бить по Российской территории. Ну, в таком тактическом плане. И самое главное, что они показывают, что это никак не угрожает. Украина не собирается завоевывать даже квадратного миллиметра Российской территории. Она просто требует от того, чтобы Российская Федерация вывела свои войска на границы 1991 года. Все, точка. Ничего другого Украина не интересует. И поэтому никаким образом у России никто не покушается на ее 17,5 миллионов квадратных километров. И таким образом никакому существованию Российской Федерации это не угрожает. Российские спецслужбы в последние месяцы значительно усилили уровень охраны Путина. И вот во время публичных мероприятий на открытом воздухе он начал носить такой скрытый бронежилет. Вот об этом сегодня написало издание The Moskov Times. И они ссылались на источники, близкие к Кремлю. И там было фото, что так было, в частности, во время парада 9 мая. Скажите, кого или чего так сейчас боится Путин? Я думаю, что это, кстати, такая немножко игра для прессы медийная в поиске какой-то сенсации. Потому что Путин постоянно входит в костюм из кевлара. То есть у него, в принципе, его костюм, у нас с вами нормальная ткань. Вот ваш пиджак из нормальной ткани, у меня свитер из нормальной ткани. А у него из кевлара, который сам по себе уже бронежилет. То есть он не выглядит как бронежилет, но он уже защищает. То есть его нельзя прострелить, так сказать, обычным оружием. Нужно брать обязательно урановые наконечники, чтобы его прострелить и так далее. И поэтому, если под него он еще поддевает еще что-то. Я думаю, что, кстати, во время парада 9 мая, я вам напомню, там же была очень холодная погода. Там шел снег практически. Там была нулевая. Сверху был плащ еще, да. И поэтому я думаю, что ему поддевали как раз какой-то нагревательный прибор, который грел тело. Потому что такие штуки тоже есть с большими деньгами. И даже не с очень большими деньгами. Вот мы с вами просто там три свитера наденем. А у них есть такая специальная одежда, которая подогревает тело, хотя не портит фигуру. Он, кстати, я убежден, носит этот кевляровый костюм и скрытый бронежилет не только тогда, когда он выходит на публику, а даже гораздо больше, когда он встречается со своими, так сказать, соратниками внутри Кремля. Вы обратили внимание, что он практически ни с кем не встречается или с очень малым количеством встречается живьем теперь. В основном это какие-то все-таки удаленки, видеоконференции, там совбес по видеоконференции, консультации по видеоконференции. А тогда, когда вот последний раз было совещание с военными, когда был новый министр, когда был новый секретарь Совета Безопасности, он их отсаживает от себя на три метра. Ну, не сажает так, как сажал Макрона и Шольца там в 22-м году за семь километров, чтобы смотреть на них в бинокль. Но все-таки он их не сажает рядом с собой. То есть в этом смысле он гораздо больше боится вот этих людей, которые физически находятся с ним в кабинете. Потому что, ну, грубо говоря, вот если там 10 человек просто зашли в один кабинет, то они этого старенького пердуна, 72-х лет, могут ему отравить голову голыми руками в десятером совершенно спокойно. Навалиться на него и задушить его в этом кабинете. Вот. И по этому поводу он их боится гораздо больше, чем вот каких-то снайперов, которых, естественно, очень трудно где-то разместить там на Красной площади, потому что, ну, просто люди, которые не знают, как это устроено, они думают, что там все открыто. Там ФСО сидит на всех зданиях, которые там за два километра в радиусе от Кремля. Вот ГУМ, там, исторические музеи, храмы Христа этого самого Василия Блаженного и так далее. Там нет ни одной высокой точки, где не сидели бы снайперы. И по ту сторону Москва-реки сидят снайперы, и там на охотном ряду сидят снайперы, там везде сидят снайперы. Там проникнуть практически невозможно. Они гораздо больше боятся, что вот пролетающий самолет, который там... Почему они отменяют воздушный аппарат? Не только потому, что этот самолет могут сбить где-то там на подлете из Кубинки к Москве, но и вдруг там у кого-то, допустим, что-то там с головой у пилота, и он возьмет и просто упадет вместе с этим самолетом, как вот на башне Близнецы на Красную площадь. Поэтому они этого больше боятся. И Путин боится своих охранников больше. Он боится своих поваров, которые могут ему отравить его пищу. У него же там люди, которые там в тройной эшелон, он сначала пробует его пищу, и он не приступает к еде раньше, чем через 15 или 20 минут после того, как убедился, что они не умерли, эти люди, которые пробовали то, что он должен есть. И он на самом деле даже этому не доверяет. Он вообще живет, строго говоря, в не самых хороших психологических условиях. Поэтому у него едет голова. Не к эфиру будет сказано. Извините, Сергей, подумалось даже о кевларовом памперсе. Давайте вернемся из Москвы все-таки в Украину, в Крым, украинский Крым. Поговорим по поводу ловушки для россиян, как вот назвали оккупированный полуостров некоторые обозреватели. Смотрите, участившиеся удары сил обороны по аэродромам Крыму, по пусковым установкам ПВО, РЛС, объектам логистики, в частности, вот вблизи Кирчи, Тамань, Таманский залив там и так далее. И в свою очередь россияне перемещают с места на место ЗРК, прячут самолеты, отжимают у местных жителей участки земли якобы для нужд Министерства обороны. Бог знает для чего они им нужны. Вот как вам видится развитие событий в этой ловушке? Есть такая расхожая фраза, да? В Крыму все началось, Крымом все и закончится. Но вот у меня такое складывается ощущение, что вот как раз в Крыму как раз очень сильно чем-то таким серьезным попахивает. Как вам видится? У меня тоже такое ощущение есть, что на самом деле Крым это слабое место. Потому что он всегда был слабым местом. Вот вы знаете, когда обвиняют Хрущева, что он в свое время, в 54-м году отдал Крым в административное подчинение Украины, это люди, которые никогда не управляли территориями. Они не понимают, что Крым нельзя было держать в Российской Федерации, потому что все, все снабжение Крыма шло с территории Украинской ССР в то время. Вода шла из Днепра, электричество шло из Украины, дороги шли из Украины, железные дороги шли из Украины. И когда вы управляете территорией, вы знаете, что все снабжение идет с территории Украинской ССР, а решение принимает Госплан РСФСР, это совершенно жуткая ситуация. И в этом смысле Никита Сергеевич, он правильное решение сделал. Это не было никаким предательством. Это было рациональным решением по управлению территорией. И вот, кстати, Путин ведь почему начал эту войну после того, как он завоевал без единого выстрела в 2014 году Крым? Он понял, что его удержать, если не взять территорию Запорожской области и Херсонской области, через которую, может быть, дальше идти снабжение Крыма, его просто очень сложно будет снабжать. Вот он вбухал огромные миллиарды в строительство Керченского моста. Но ведь это же слабое место. Вот убери Керченский мост, и все, и Крым начнет задыхаться. Сейчас с водой проблема. Значит, вся вода идет из Днепра. Значит, перекрой там пару водонасосов, и все, и Крым задохнется без воды, и ничего там нельзя будет сделать. Это слабое место. Я с вами согласен, что, возможно, даже, вот если когда-нибудь начнется такое серьезное контр-наступление, вот его все ждут там в Донбассе, а оно вполне возможно, или там в Запорожье, где-нибудь там, да, вверху, а оно вполне возможно может начаться просто с массированного обстрела Крыма, и с отвоевания Крыма довольно легкого, может быть, даже. Вот смотрите, как раз к нашему разговору подоспела новость из Соединенных Штатов. Я переведу быстренько с украинского. Джон Кирби, советник Белого дома, озвучил такую мысль, что Украина может сбивать вражеские самолеты над Россией. А ограничений со стороны Соединенных Штатов в этом вопросе не было. Этот момент о том, что наши союзники разрешили F-16 действовать в воздушном пространстве России, разрешение на удары западным оружием по территории России, подготовка западных военных к отправке в Украину, о чем вот уже на днях может огласить Макрон. Как в целом вы оцениваете тактику Запада в этом контексте, что Украину один на один с агрессором не бросит? Ну, это очень хорошие новости, потому что мы шесть месяцев жили с плохими новостями. Мы шесть месяцев ждали этого пакета 61-го миллиардного. И мы понимали, что очень сложная ситуация на фронте, когда снаряда приходится экономить, когда нельзя отвечать на все то, чем вас забрасывает и бомбит Российская Федерация, когда пришлось сдавать какие-то территориальные уступки, не делать просто для того, чтобы рационально использовать живую силу. Потому что Путин обвиняет украинскую сторону, кстати, во всем в том, что во всем он сам виноват, даже какие-то там мясные штурмы, чего на самом деле нет. Ну и Украина там потеряла за полгода где-то там 700 квадратных километров, что, в общем, довольно условно, но все равно неприятно. И вот те новости, которые сейчас к нам поступают, это новости, вот бумеранг, тот, которого мы так долго ждали, это приятный бумеранг. Конечно, хотелось бы, чтобы еще быстрее все это шло, чтобы не просто разрешения шли, но уже чтобы эти самолеты появились, чтобы стали они летать уже в пространстве, чтобы они уже стали эффективно сбивать российские, значит, и самолеты, и ПВО уничтожать, и технику, и людские силы, и так далее. Но Запад в этом смысле созрел, Западу понадобилось время для того, чтобы созреть. Плюс, я вам должен сказать, что у нас же все-таки демократические страны, у нас есть своя политическая жизнь внутри, и вот эти выборы американские, это очень специфическая вещь. Я вам в прошлом году говорил, что у меня такое ощущение, что Украине в прошлом году не давали достаточно оружия для контрнаступления, потому что это было слишком рано в электоральном цикле американских Соединенных Штатов. То есть, если бы вы победили в прошлом году, то это не дало бы Байдену достаточных очков политических в этом году. И вот у меня такое впечатление, что здесь, к сожалению, оказался прав, что вам вот теперь все дают, чтобы к сентябрю или к октябрю вы все отвоевали, возможно, продвинулись серьезно, может быть, даже уже и радикально продвинулись, для того, чтобы Байден вышел бы на выборы и показывал свои результаты. Вот поэтому, кстати, вам сейчас все и разрешают, потому что у Байдена тоже, и, кстати, не только у Байдена, вы обратите внимание, и республиканская партия, она теперь давит на администрацию Байдена и говорит, что да-да-да, давайте все, разрешайте все, потому что всем нужны, в Америке тоже нужны результаты украинские к осени этого года. В России увидели угрозу ударов американскими томогавками по кораблям Балтийского и Северного флотов. Мол, Соединенные Штаты могут ударить с датского острова Борнхольм в Балтийском море. И вот об этом в статье для журнала Минобороны «Военная мысль» заявил замглавкома ВМФ России Касатонов. Но давайте еще, ко всему прочему, вспомним такие осторожные попытки Москвы откорректировать морские границы в Балтике, глушилки и GPS, которые базируются по определенной информации в Калининградской области. Как в целом вы оцениваете ситуацию сейчас на Балтике и, подчеркну, почти внутреннем море НАТО? Ну вот это, кстати, изменилось тоже благодаря Путину. Причем я подчеркиваю, это не из-за Путина, а благодаря Путину. Вот он говорил все время, что НАТО не должно расширяться границам. В результате его действий, в результате его войны, в результате его агрессивных действий против НАТО, две стороны Швеции и Финляндии присоединились, и Балтика действительно стала практически внутренним морем НАТО. Эстония напомнила Российской Федерации, что у этих западных балтийских стран есть возможность заминировать все Балтийское море, и тогда российский флот Балтийский будет заперт в Кронштадте и заперт в Калининграде. Они попытались ответить на это дело, значит, они регулярно устраивают какие-то провокации, но де-факто то, что сказал Казатонов, ну да, могут, а почему нет? То есть в смысле это же не говорит о том, что они ударят. А могут ли они ударить? Да, конечно, могут. Есть возможность такая. У НАТО есть возможность, у Соединенных Штатов Америки есть возможность. И, кстати, все страны говорят Российской Федерации, вы чего нас пугаете-то? Вы думаете, что у нас нечем ответить, что ли? Вот поэтому ей напоминают, что, ребята, вы это... Если вы думаете, что у вас есть какое-то преимущество, у вас есть преимущество, может, на Северном флоте, в Северном Ледовитом океане, ну, на Балтике у вас точно преимущества нету, в Черном море у вас преимущества нету, вы даже украинского несуществующего флота боитесь, да, и убрали все свои корабли, еще которые украинцы не потопили, да, у вас уже потопили там сколько-то, 27 судов уже потопили, флагманский корабль в Черном море. Они же говорили, что это вообще супер корабль, который запрещает ПВО не только самого себя, не только всю группировку Москвы, но и даже весь берег, там Крым, там, я не знаю, там Краснодарский край, и вы его тихо-спокойно, значит, своими силами потопили, вот, так что в этом смысле надувать щеки нужно только тогда, когда есть какая-то реальность. А мы убедились, что на самом деле это надувание российских щек, это надувание ни о чем, потому что нет никакой второй армии Мином. По поводу чисток в Минобороны, казалось бы, уже дело-то давнее, но вот отголоски приходят, и, как говорят наблюдатели, все еще впереди разведка Великобритании. 2 июня проанализировала информацию о задержании российского генерал-майора Попова. Ранее Попов был командующим 58-й армией, это, если я не ошибаюсь, запорожское направление, его уволили в июле 23-го после критики российского Минобороны, связанного с введением, методами введения войны, теперь его обвиняют в мошенничество, коррупции. Вот авторы сводки считают, что в системе армии России наказание за коррупцию, в принципе, явление-то обычное, это скорее политический инструмент, а не попытка навести порядок. Что вы думаете по этому поводу, как долго могут длиться эти чистки, и с чем на самом деле вы это связываете? Ну, во-первых, там надо развести, потому что там не все чистки одинаковые. Вот генерал Попов, естественно, ему шьют какое-то коррупционное дело, и, конечно, за каждым российским генералом есть какая-то коррупция, но его судят не за это, его судят за то же, за что убили Пригожина. Его судят за то, что он критикует генеральный штаб и Министерство обороны, что ему не давали правильно воевать, что его не давали снабжение, а он заботился о своем личном составе. То есть в смысле он в этом смысле высказывался как нормальный военный, но условно нормальный военный, потому что для Украины он все равно военный преступник, который пришел с войной на территорию соседнего государства. Но его судят за то, что он как бы правильный военный с российской точки зрения, а его неправильно снабжали, и он высказывал свои претензии руководству, а это называется нарушение субординации. Вот его за это судят. Всех остальных за коррупцию судят. Это, кстати, очень хорошая новость для Украины, и чем больше таких генералов окажется на скамье подсудимых, тем лучше, потому что коррупция – это единственная вещь, которая в Российской Федерации работает. В Российской Федерации без коррупции вообще ничего не работает. Коррупция – это смазочный материал, это масло в этом механизме, и если его не лить в эти шестеренки, то они не будут работать, если его не лить в эти подшипники, то они не будут крутиться. И то, что Путин затеял эту чистку, это для вас отличная новость, потому что таким образом дезагринзован сейчас центральный аппарат Министерства обороны, начинают подбираться к генеральному штабу, а это все вкупе с тем, что вам поставляют одновременно хорошее оружие и дают возможность его использовать в том числе и на канонической, так сказать, российской территории. Это все хорошие новости для Украины. Поддержка Британии и Украины в войне против России привела к усилению шпионской активности, но не только со стороны России. По данным The Telegraph, британские министры попросили Ми-5 переориентировать усилия на борьбу со шпионажем, особенно с государственной угрозой со стороны России, Китая и с недавних пор даже Ирана. И еще издание The Telegraph отметило, что количество китайских агентов пока, цитата, не поддается количественной оценке. Что происходит? Вот такое впечатление, что началась некая такая шпионская холодная война, только с немного измененным составом участников. Как вам кажется? Да, действительно. Война идет, она никогда не останавливалась. Другое дело, что тогда, когда Запад был занят в приоритетном порядке борьбой с международным терроризмом, прежде всего исламским, они сняли очень много сил с борьбы со шпионского направления, с антишпионского направления, с контрразведки. И плюс это еще произошло при распаде Советского Союза. Тогда были розовые пузыри всякие, что говорили, что вот Россия теперь стала нормальным государством. И это было поначалу там первые два года. Но потом уже при Примакове СВР уже начал возрождаться. И дальше все восстановилось даже в гораздо больших объемах. Я это говорил в том числе, кстати, на вашем канале, что российская разведка сейчас в два раза физически больше, чем внешняя разведка Советского Союза во времена Холодной войны. То есть, естественно, эти все люди чего-то делают, они чего-то где-то устраивают, какие-то операции. Но сейчас Запад научился с ними бороться, кстати. И то, что арестовывает каких-то людей, и больше процессов, и больше арестов, это, с одной стороны, конечно, и рост активности российской разведки, но и рост активности контрразведок западных, и плюс медийные средства машинной информации, потому что мы об этом теперь быстрее просто узнаем. Новое появилось, то, что появилось, это действительно активизация Китая. Причем Китай раньше не занимался очень активно политической разведкой. Китай всегда специализировался больше на краже секретов каких-то технологических, на краже военных секретов, а теперь он явно совершенно и лезет туда же, куда лезет Российская Федерация. Вот у нас сейчас, мы готовимся к выборам, у нас 9 июня, 6 и 9 июня, выборы европейские, и пойманы были китайские, значит, агентуры, которые подбирались к европейским политикам, прежде всего, крайне правым. Я отсылаю наших зрителей к моему интервью, которое я давал каналу, вот так, прямо вот по китайскому, по китайской разведке, как они изменяются. Вот я там довольно подробно объяснил, поэтому не стану это пересказывать, просто у нас времени не хватит, чтобы подробно входить во все детали, вы можете это прочитать, в интернете это легко найти, прогуглить, и, скажем, китайская разведка, жернов и так далее. Вот найдете это легко. Но, действительно, такие изменения есть. Китайцы очень сильно активизировались в Брюсселе, например, и не только, не только на, так сказать, с агентурой в поле, но у них даже и посольство, то есть они готовят, в том числе, прослушивающие устройства, которые раньше использовали российское посольство, например, или американское посольство. Теперь вот китайское посольство в Бельгийце устроили, даже большой шпионский был скандал, потому что китайцы ставили большие радары на крышу своего посольства и в Бельгии потребовали от них разъяснений. Сергей, да. Ничего нового нет, ничего нового нет под луной, просто все активизируется. Я очень жалею, что у нас так мало эфирного времени, с удовольствием вас слушаю, рады будем видеть вас снова, обязательно прогуглим, как вы говорите. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.